Чтобы победить Спецова, чемпион его сбил. Российский лыжник Спецов проиграл команде с самым большим запасом лекарств от астмы. Новая русская сенсация Денис Спецов. Он взорвал лыжный мир. Такими заголовками пестрят новостные ленты ведущих информационных агентств. В этом нет ничего удивительного, ведь простой парень из Вологодской глубинки на соревнованиях в Южной Корее пришел четвертым. На финише почти вплотную приблизившись к именитым норвежским лыжникам. Денис уступил всего 3 с небольшим секунды бронзовому призеру гонки Хансу Холунду. Атлет стал лучшим среди российских лыжников в этой гонке. Его сокомандники пришли в конце пелотона. Для Дениса это Олимпиада первая. И это делает столь высокий результат еще ценнее. Свой спортивный путь Денис начал в небольшом поселке Вожига в Вологодской области. Лыжи здесь поистине массовый спорт. Катается каждый второй. Неудивительно, что когда Денис был в третьем классе, родители привели его в местную лыжную школу. Но впервые встал на лыжи он несколько раньше. Стать выдающимся спортсменом Денису Спецову возможно помогала сама судьба. А начиналось все вот в этом детском саду с символичным названием «Сказка». Примечательно, что этот сад со спортивным уклоном и находится он в Вожиге на улице Спортивной. Воспитатели детсада все еще работают здесь в Вожиге. Они с теплотой в душе вспоминают Дениса. Смотрят по телевизору все трансляции и искренне переживают за своего земляка. Вот первый день, вот он, с воспитательницей. Вот. Здесь вот он уже на выпуске. Это старшая группа, вот, низко. Вот, потом дальше, ну там в средней группе он на прогулке. Вот здесь его, конечно, очень плохо видно, но он вот тут вот находится. Ну, здесь танцуют, праздники разные. Вот он, кстати. Вот, вот это выпускной. Здесь Денис, вот он. Выпускной здесь. Здесь он вот тут на подоконнике сидит, на окне. В Вожиге живет и мама Дениса, хотя сам он 6 лет назад уехал в Тюмень. Татьяна рассказывает, что никогда не думала, что ее сын станет профессиональным спортсменом. Как и большинство жителей Вожиги, он ходил в лыжную школу, участвовал в местных и областных соревнованиях. Все изменилось 6 лет назад. Наставник атлета Евгений Ванюков нашел в Тюмени спортивную школу, которая, по его мнению, могла бы раскрыть талант юного лыжника. Сначала я, конечно, сопротивлялась, так как прошло очень немного времени после того, как погиб мой муж. И мне еще расставаться с сыном очень не хотелось. Поэтому Евгению Сергеевичу пришлось, это тренер, как все уже знают, Дениса, очень пришлось постараться, чтобы меня убедить в этом. Это было не один раз, был и отказ, конечно, но он молодец, что настоял, и поэтому все-таки мы его отвезли. Мы даже там не ночевали, поэтому привезли Дениса, и вот можно сказать, привезли и оставили ребенка. Это было очень тяжело. Но обратно, когда мы ехали, ну, были и слезы, естественно, мне Денис позвонил. Мама, у меня болит голова. Он там вообще никого не знает. Мы его просто взяли и оставили. Ну, у меня тут, конечно же, слезы. Я уже готова была просто сойти и вернуться обратно, и забрать ребенка. Раньше, конечно, мы с ним встречались чаще. Он в каждом межсборе, он к нам приезжал, нас навещал. Ну, а в этом году получилось так, что мы с ним виделись в последний раз в начале сентября, так как очень такой напряженный сезон. Ну, созваниваемся часто, почти каждый день. Когда Денис сказал, что у него будет возможность ехать на Олимпиаду, возможно, он поедет. Опять же, тут, когда все началось, что вот без флага, без гимна, мы все-таки патриоты своей родины. Я была сначала против этого. И потом, опять же, боялась за ребенка, что их там еще ждет в Корее, неизвестно. Поэтому, ну, не давила, конечно, на него. Понятно, что меня особо, наверное, никто и не спросит. Но намеки давала, что может не стоит, не стоит. Но потом подумала и вот все-таки решила, что, может, это единственный шанс попасть на Олимпиаду. А он шел к этой цели. Я еду вместе с ним все соревнования. Мы следно там, вместе с ним. Поэтому очень много это забирает энергии. Я представляю родителей вот этих отстраненных лыжников, опять же, сколько они потратили, переживали, вкладывали в детей. И теперь им пришлось просто вот это все переживать. Это очень тяжело. На стене дома у Спецовых уже нет места для наград. Полки вдоль стен заставлены кубками. Все свои медали Денис привозит домой, в Вожигу, к маме. Несмотря на расстояние в несколько тысяч километров, он старается приезжать сюда несколько раз в год. Только в этом году не удалось. Слишком плотный график. Получилось так, что пришлось уже организовывать место, где это все нам расположить. Изначально была вот единственная у нас дощечка. И когда уже не стало все умещаться, ну, это было, конечно, в комнате дощечка. Теперь вот мы здесь небольшой такой музей организовали. Но похоже, что уже этого места нам не хватает. Ну, здесь что, медали и нашего, как бы областные и районные. И здесь уже больше все российские разного достоинства. Так, вот здесь у нас медальки уже с мировых стартов. Это первенство мира. Как уже, по-моему, кто-то говорил, что у Дениса это шестой мир. Денис принимал участие на военных играх. Ну, у него, конечно, там было тоже обидное четвертое место в личном забеге. Но команда, они, конечно, Россия у нас взяла серебро. Поэтому серебряная медаль с нами. Переживают за воспитанника и наставники, стоящие у истоков успеха. Светлана Хлебосолова была директором лыжной школы, когда туда пришел Денис. Сейчас она пристально следит за всеми выступлениями своего воспитанника. Денис у нас пришел в спортивную школу, как обычные мальчишки. И вот просмотрел фотографии там, когда он был маленький. Обычный мальчик пришел в спортивную школу. Стал выигрывать первенство района. Стал выигрывать первенство района. В первенстве области не сразу выиграл, где-то года через два. И, значит, Евгений Сергеевич Ванюков, тренер его личный, увидел, что парень очень способный, двигательно одаренный. И стал искать дальнейшую судьбу его. И вот в Тюмени нашел эту школу Олимпийского резерва. И вот когда он уезжал в спортивную школу, хотелось что-то подарить ему. Думаю, ну что-нибудь подарить ему такое. Ну вот, и пришла в раздевалки там у нас, где лыжники обычно там лыжи готовят. Вот Денис тебе там, Соня Венир, вот Олимпийский учебник. Может быть, когда-нибудь о тебе, как о великом спортсмене, напишут что-то в этом учебнике. Сейчас, учитывая, что сейчас вот на Олимпиаде он, ну так, так сказать, создал такую сенсацию, да, для нашей вожиги все люди, которые вот смотрели эти соревнования, они на следующий день, там, следующие дни со слезами счастья говорили о нем. Хотя он уже в Тюмени давно, и тюменские тренеры вложили в него немало тоже сил, поэтому все просто от счастья, ну как бы радуются, со слезами на глазах говорят, вот Денис такой молодец, молодец такой. Все поздравляют там, звонят там из Володы, Череповца, наши земляки, там, мои знакомые. Вот, поздравляем вас, вожига, там, победу свою посвятил своему отцу Сергею. Я, родители его хорошо знаю, и они немало вложили, ну, сделали для того, чтобы он занимался лыжами, возили его на сборы и на соревнования. И вот это меня очень тронуло, что вот, несмотря там, что человек вот уже стал, ну, на таком высоком уровне на соревнованиях стал участником, и вот победу свою посвятил своему отцу. Сергея хорошо знала, очень тоже такой обаятельный, приветливый человек, и мама у Дениса, работая в воспитательном детском саду, тоже такая приветливая, обаятельная, добрая женщина, поэтому вот это все они передали сыну, и они немало сделали, чтобы вот он занимался лыжным спортом. На этой Олимпиаде у Дениса еще несколько соревнований, какими они будут, покажет время. А пока вся малая родина Дениса Вожига живет в ожидании новых трансляций из Олимпийского Пхенчхана.